А тем временем уже несколько месяцев жители самого центра Саратова лишены элементарного удобства – туалета. Это лишь один из ярких примеров, когда управляющие компании деньги из жильцов собирают, а услуги не оказывают. Репортаж нашего специального корреспондента Светланы Бородич. Проспект Кирова, 15, несколько старых домов под разными литерами в самом центре Саратова. Буквально в двух шагах от консерватории. Все удобства во дворе. Так всегда было. Вот, например, туалет, знакомые буквы. Еще меньше года назад он работал. Чисто было, хорошо, все побелено. Все пользовались. Все пользовались, ходили, убирались. По всему двору зацементировали всю канализацию. Всю. Мы первый год ничего не чувствовали, а на второй год у нас уже начало все фонтаном с раковиной. Вот. Стали ходить, жаловаться, чтобы нам прочистили. Они придут с леса, придет, а это вы, и уходят. Ничего не делают. Сначала здесь отключили свет, потом заварили двери. Так управляющая компания ТСЖ-1 решила сразу все проблемы. Теперь не надо ни чистить, ни ремонтировать уличный клозет. Людей просто решили превратить в животных. Какое-то время они бегали по кустам, дожидались темноты, загаживая собственный двор. Потом приладились. Ведра, тазы, пакеты, газетки. У нас газеты, туалеты нету. Замки вон полуташки, все заварили. Ходим, пакеты, туалеты. А потом выбрасываем мусор. Попалешь в компанию? Сколько ходили, я здоровье потеряла из-за этого. Прошлый год чуть не умерла. Меня увезли на скорую, я почти мертвая была. Тоже сердце вообще почти не было. Из-за этой истории? Из-за этой истории. Тамара Петровна показывает свой полуподвал. Огромные трещины и все в темно-серых пятнах. Все обвалилось от сырости. Над нею Андрей с женой и маленьким ребенком, как и другие, научились справлять естественные надобности. Полу естественным способом, вечные ведра и пакеты, зловонные свертки на мусорку. Мы здесь проработали два дня. Ни разу никто мусор не вывозил. Ведерко? А ведерко куда? Ведерко потом на мусорку общую. Поляческая компания? Не реагируют они на наши отзывы. Вернее, призывы, да. Ходили, говорили, просили, как было. Ну, к ним, конкретно к ним в заявки, как это полагается. Мы со своей стороны приняли все усилия сделать все, чтобы было совершено. Все это какие? Они ничего не хотели делать. Управилась компания, вы видите, да? Ну, мы писали прокуратуры и в жилищную инспекцию. И никто не помогал? Нет, никто не. Даже не приходили. Вы приняли все усилия сделать все, чтобы было совершено. Мы бы хотели показать и другие фрагменты интервью, но абсолютно ничего по существу дела товарищ Татаринов сообщить не сподобился. Той утверждал, что мусора никакого здесь нет. Той утверждал, что без туалетов остались якобы не жильцы нескольких квартир, а одна старуха. Да и та скандальная баба, конец цитаты. Как будто возраст или особенности характера автоматически лишает права на туалет. Более того, прямо во время разговора, не дожидаясь окончания вопроса, а куда вы дели деньги за содержание и ремонт жилья, из кабинета сбежал настоящий руководитель. Рассказывают, что так вел себя и раньше. Приходил к ним и сказал, что вы не чистили, вы не обслуживали, вы ничего не делали абсолютно. То есть никакой технической обслуживания не было. Не говоря уже о том, что там какие-то капитальные ремонты, об этом даже разговоры. И они просто скрывались и все. Сколько таких еще Татариновых бегает от жителей и когда кто кого догонит, непонятно. Точно известно, одно у муниципальных чиновников есть право контроля деятельности управляющих компаний. Но от чего-то никто этих людей от коммунального произвола не защитил. Так что проспект Кирова 15 налево в консерваторию, прямо в арку на склад фекалий. Евгений Крылов, Павел Крикливец, Светлана Бородич, Вести, Саратов. Продолжение следует...